Молодые и талантливые. Телевисочный дом культуры известен далеко за его пределами. Творческий коллектив, сохраняя народные традиции, всегда готов к новым направлениям. Здесь рады молодым талантам. О них расскажет моя коллега Елизавета Кабанова. Это лисичка. Она очень хитрая. Знакомьтесь, это Анна. Девушка – молодой специалист Дома культуры «Престиж» в селе Тельвиска. Год назад она кардинально сменила свою жизнь. Переехала из Краснодарского края в заполярную глубинку. Увидела в центре занятости. Решила просмотреть другие города. Увидела Тельвиску. Название очень понравилось. Созвонилась с директором учреждения. Как-то сразу нашли общий язык и договорились о том, что приеду. Буквально уже через месяц я уже была тут. Тельвиска девушки полюбилась своими необъятными просторами. Даже метель помогает Анне в творчестве, вдохновляя на стихотворение. Закончив Ростовский колледж культуры по специальности «Социально-культурная деятельность», девушка уже приняла решение связать свою жизнь с творчеством. Так случилось, что с самого детства пришлось столкнуться именно с профессией. Сначала культработника. Сначала я занималась много лет вокалом, около 10 лет. А потом так случилось, что вот судьба подарила мне такой чудесный подарок. И северным ветром занесло в Тельвиску. Тельвисочный дом культуры – кладезь молодых талантов. Девушка, исполняющая народную песню Анастасия. Именно с этой композицией в конце прошлого года она выиграла конкурс среди работников Ненецкого округа и Приморского муниципального района. Пение для девушки не просто хобби. Это еще и любимая работа. Я, получается, вот закончила в Архангельске по народной культуре, потом поступила в Казанский университет культуры тоже на должность руководителя этнокультурным центром. И вот как бы здесь приобщилась тоже к народному мастерству еще больше. И я поняла, что вот, наверное, самое, что лучшее это есть – это заниматься народной культурой. Анастасия родилась в Ненецком округе, но в Тельвиску переехала три года назад. Признается, что приняли ее как родную, с теплотой. Всему научили, показали и рассказали. Истоки был изначально коллектив уже фольклорный, я начала работать с ним. Был вокальный коллектив, просто вокальный эстрадный коллектив «Калейдоскоп». И в 2020 году, когда мы стали партнерами Пустозерского музея, стали участвовать в проекте «Культурный код Пустозерска», мы создали общий коллектив молодежный фольклорный «Чойнабад». Но в коллективе престижа не только девушки. Многих ребят Галина Александровна знает еще с детства. И вот, придя еще маленькими детьми в фольклорные кружки, некоторые остаются и продолжают свою творческую деятельность уже как специалисты. Старшая группа образцового ансамбля «Лошкарей-Ладушки». Даниил, несмотря на свой юный возраст, уже руководитель клубного образования. Стал заниматься ложками в 2014 году. Причем совершенно случайно. Но уже будучи ребенком, смотря телевизор, постоянно отбивал ритм. Просто пришел к парням на репетицию посмотреть. Они тогда разрабатывали номер на столах без ложек. Я смотрел на них и повторял за ними движения просто. Один заметил, сказал, что «Смотрите, у меня тоже получается в первый раз. Давайте его на этот номер возьмем». Взяли меня на один номер. Потом на ложках решил поиграть. Раз-раз-раз-раз и все. Уже руководитель. Ложки хорошо развивают мелкую моторику рук и чувство ритма. Но инструменты имеют свойство ломаться. Поэтому во время нашего интервью Даниил чинил эти старинные фольклорные ударные. Сам подбирает клей, смотрит, какой лучше. Иногда в помощь ему приходят его друзья, участники коллектива. А ложек у ребят достаточно много. Некоторые для выступлений, а некоторые для репетиций. Потому что состояние инструмента решает все. У нас есть целые ложки. Сейчас только что отремонтировали. Вот они звучат. Один звук. Берем ломаную. Все. Она уже не подлежит репетиции, особенно концерту. Вот мы их, получается, берем и ремонтируем. Все коллективы живут насыщенной жизнью. Свободного времени не так много. Репетиции, концерты. Ложкари планируют дать около семи концертов только в январе. А Дом культуры продолжает расти и развиваться. Потому что успешно привлекает молодежь. Здорово, что они у нас есть. Молодежь действительно креативная. Вышло это, наверное, само собой. Мы не скажем, что специально подбирали кадровый персонал именно по возрастной категории. Но так получилось. И это радует. Потому что молодежь всегда дает новые идеи, новый формат работы. Насчет новых идей. Всеми известный молодежный творческий форум «Тельвиско-арт» в этом году может видоизмениться. Его финальной точкой станет фестиваль под открытым небом.